Да, английский, английский. Да-да. Эти переводы тоже. Откуда ты? У тебя есть датский перевод? Нет? Датский язык? Нет. К сожалению, нет. Я заинтересован. Ты заинтересована? Хорошо. Так что это английский, если ты хочешь прочитать. Как твой английский? Хорошо. Ты веришь в Создателя? Я верю в энергию. В энергию. Я верю, что мы все соединены. Извини. Мы все соединены. Я верю, что мы все что-то разделяем. Но после смерти... Хорошо. Я верю, что все уходят друг от друга. Хорошо. Но я думаю... Да. Я думаю, что есть что-то. Но я думаю, что все будут говорить, что моя религия это истина. Хорошо. Я думаю, может быть, мы просто говорим об одном и том же, но в разных версиях. Хорошо. Единственное, что я не люблю в исламе, это как бы... Я как бы за любовь. Ты за что? Я за любовь и мир. Ты за любовь и мир. Хорошо. Я чувствую, что ислам в некоторых интерпретациях против этого. И я чувствую, что в некоторых местах вашей религии мужчины главные, лидеры. И мне не нравится это. Мужчина что? Мужчина-лидер. Мужчина-лидер. Понял. И женщина должна следовать. Ладно. У меня есть друг, который мне много рассказывает об этом. И в этой книге есть некоторые вещи, которые мне нравятся. Ладно. Мне лишь не нравится то, как некоторые люди используют эту книгу. Ты сказала много вещей. Первое, что касается энергии. Энергия – это физическая вещь. Это часть вселенной, которая сделана и создана. Энергия не делает или не создает что-то. Это не сознательное существо. Это что-то физическое внутри вселенной. Так же, как материя. Так же, как этот камень. Хорошо? Поэтому энергия не может создавать или производить. Если ты веришь в энергию, то вопрос, который остается, это «Как энергия появилась в существовании?» «Как вся вселенная появилась в существовании?» Это большой вопрос. Да, и я дам тебе большой ответ. Когда ты смотришь на вселенную, ты можешь узнать атрибуты того, что создало ее, используя вселенную. Я приведу пример. Если я посмотрю на этот столик, я могу узнать атрибуты создателя этого столика, основываясь на этом столике. Создание этого столика требует знания языка из необходимости. Она требует материала. И также требует уровня интеллигенции. Когда ты смотришь на вселенную, ты понимаешь, что то, что привело вселенную к существованию, требует колоссальных знаний, которые мы даже не можем понять. И силы, которую мы даже не можем понять. Потому что даже если расщепить одни из самых маленьких частиц вселенной атомы, произойдет выброс колоссальной энергии. И вся вселенная состоит из атомов. И то, что создало эту вселенную, должно быть независимым. То есть существовать перед вселенной, чтобы привести ее к существованию. И то, что создало эту вселенную, не ограничено тем, чем ограничены мы во вселенной. Потому что он создал все. Он существовал перед нами. Если ты имеешь все эти атрибуты, то это то, что люди часто называют Богом. Это необходимые атрибуты. Потому что вселенная не может существовать, если нет существа с подобными атрибутами. Так же, как этот стол не может существовать без интеллигентного человека, который знает язык и так далее. И также Вселенная не может существовать без Создателя. Ты считаешь, что это Бог, который создал Вселенную? Да. Как ты думаешь, что происходит вокруг Вселенной? Да, но это что-то, что мы не знаем как люди, правильно? Причина в том, что мы во Вселенной. Это как… Представь, что у тебя внутри коробки есть живые существа. Или что-то подобное. Это гипотетический пример. Да. Они не знают, что происходит вне коробки. Они просто живут в коробке, хорошо? Это как другое измерение. Да-да, точно. Это что-то, что мы не можем постичь. Это не имеет к нам отношения. Потому что то, что имеет к нам отношения, это то, что происходит вокруг нас, верно? Бог не будет говорить нам информацию, которая не имеет к нам отношения. Это первое, что касается энергии. И второе, ты говорила об исламе. Что тебе не нравится в исламе? Первое. Могу ли я неправильно интерпретировать любую религию? Да. Хорошо. Какая у тебя сейчас идеология? Ты агностик или атеист? Кто ты? Энергист. Извини. Энергист. Энергист? Я думал, что мы закончили с этой идеологией. Хорошо. Скажем, может ли сегодня кто-то сказать, что он энергист и ходить и убивать людей? Нет. Не может? Нет, кто-то может это сделать. Да-да. Если кто-то это сделает, ты будешь нести ответственность за это? Ты ответственна за это? Нет, но я чувствую, что… Я не знаю, как это называется, но я чувствую, что мужчины должны дать многое женщинам. Да, мы придем к этому. Это был последний пункт. Давай не прыгать, хорошо? Один пункт был о насилии, другой пункт был о лидерстве женщин. Я с тобой, я весь во внимании, не волнуйся. Я иду по порядку, хорошо? Сначала была энергия, а сейчас мы говорим о насилии. Теперь. Мы только же установили, что любую идеологию можно сделать экстремистской. Буддисты, если ты поедешь в Бирму, то ты увидишь, что они сжигают людей заживо. Они сжигают заживо мусульман. Это буддисты, которые должны быть самыми мирными людьми в мире. Я исследую это. Да, исследую это. Проверь то, что они делают в Бирме. Они сжигают людей живыми. Буддизм не учит этому, но они это делают, и они буддисты. У тебя есть христианство, куклы, склант, крестоносцы и все эти вещи. Думаю, мне не нужно тебе говорить. Ты посмотришь на евреев, у них есть люди, которые… Я имею в виду, что некоторые люди используют религию как… Конечно. Значит, религия несет ответственность за это. Вы согласны на это? Да. Но дело в том, чему учит религия? Это вопрос. Если религия учит хорошему, то религия не ответственна за людей, которые совершают насилие. Мы согласны? Да. Хорошо. Чему учит Ислам? Ислам учит нас. Аллах говорит в Коране сура 5 аят 32, что если вы убьете невинную душу, то это как если бы вы убили все человечество. Если вы спасете невинную душу, это подобно тому, что вы спасли все человечество. Но что такое невинная душа? Я расскажу тебе, не проблема. Мы делаем это постепенно, шаг за шагом. Так что это первая вещь. Это то, что говорит Коран. Аллах говорит в Коране в 60 суре аят 8. Те, кто не сражались с вами, ты спрашивала, кто невинные? Аллах говорит, Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, кто не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину Аллах любит беспристрастных. Хорошо? Затем Аллах говорит, Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. Аллах говорит в Коране, вторая сура, аят 190. Сражайтесь с теми, кто сражается с вами. Ты со мной или... Да, я просто смотрю. Аллах говорит, сражайтесь с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Хорошо? Аллах говорит, сражайтесь с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Это насилие и насилие. Разве нельзя просто жить в мире, даже если кто-то причиняет тебе боль? Хорошо. То есть, если я сейчас пойду в твой дом и сделаю злые вещи с тобой и твоей семьей, ты просто скажешь, добро пожаловать? Но зачем применять насилие? То есть, ты просто скажешь, давай, я приготовлю тебе чай? Не существует на земле общество, которое выполняет то, что ты сказала. Потому что это нереалистично. Да, я знаю, но мне нравится так... Да, но это не про то, что нам нравится. Это про то, что функционирует в мире. Если бы мы все сделали то, что ты сказала, то мы все были бы мертвы. Потому что будут люди, которые убивают, грабят и насилуют. И никто из нас не будет жив. Единственное, что может остановить людей, которые совершают зло, это люди, которые могут остановить их. Поэтому есть полиция, есть армия, есть законы. Потому что есть плохие люди, не все хорошие. Но ты не думаешь, что все имеют хорошие стороны, даже если они плохие? Нет, я думаю, что... Ты говоришь, что некоторые люди действительно плохие? Нет, есть люди, которые выбирают злодеяния. Есть люди, которые выбирают плохое. Люди, которые ставят свои желания в первую очередь и живут в этом. И мир показывает это. Мир уже показал это. Например, у тебя есть кто-то, как Сталин, или кто-то, как Гитлер. Они убили миллионы людей. И если бы никто не остановил их, то они бы уничтожили все человечество. Не так ли? Поэтому они должны быть как-то остановлены. Каким-то образом. Теперь мы должны согласиться, что ислам учит миру. Это очевидно из-за ядов, которые я привел тебе. Но люди могут делать хорошее и плохое. Это люди. Ислам не несет за это ответственности, потому что он учит делать добро. Хорошо? Мы можем переходить к следующему пункту. Хорошо, следующий пункт. А что насчет гомосексуалистов? Гомосексуалистов? Но давай разберемся с тем, что касается женщин, прежде чем мы перейдем к гомосексуалистам. Хорошо? Сначала женщины. Хорошо? В отношениях есть два человека, верно? Или есть больше? Я думаю, что может быть и больше. Я думаю, что любовь для всех. Любовь есть любовь. Хорошо, но это твое мнение. Да. Почему мы должны слушать твое мнение? Что? Почему мы должны брать твое мнение? Не должны. Я думаю, что все могут делать то, что они чувствуют, пока это не вредит людям. Хорошо. Скажем, что есть брат и сестра, и они чувствуют любовь к друг другу. Или брат с братом, и они хотят почувствовать все эти чувства, о которых ты говоришь. Но это так же, как... Это очень странно. Это неправильно? У меня есть вопрос. Когда два парня имеют отношения... Можешь повторить? Когда два парня имеют отношения, ты чувствуешь, что это так же, как брат и сестра имеют отношения? Потому что для меня, если брат и сестра имеют отношения, это как... То есть ты спрашиваешь меня, то же самое ли это, если это происходит между двумя нормальными людьми и братом и сестрой? Нет, это не то же самое. Но это не мой вопрос. Я вел к совершенно другому. Я спрашиваю у тебя, ты согласна, что это плохо? Верно? Да. Между братом и братом, и братом и сестрой это плохо? Да. После того, как мы согласились, что это плохо, мы видим, что принцип, который ты используешь, неправильный. Это не любовь есть любовь. Но некоторая любовь неправильная, а какая-то правильная. И если какая-то любовь неправильная, а какая-то любовь правильная, мы говорим, что тот, кто определяет это, это Создатель, тот, кто создал нас. Если я сконструировал это, я буду знать об этом больше, чем кто-либо другой. Бог создал тебя и меня, и он знает о тебе и мне больше, чем мы знаем о себе. Но иногда я чувствую, что для меня Бог — это любовь. И я не понимаю, как он не позволяет людям любить друг друга. Хорошо. Любовь — это концепт. Атрибуты, как любовь, ненависть и так далее, не существуют в абстракции. Это значит, что ты не можешь обнаружить любовь, сидящего здесь и говорящего «Привет, как дела?» Она должна существовать внутри объекта. Да. Так же, как цвет. Например, черный цвет не существует в абстракции. Он должен быть объектом, который мы называем черным, или существом, который мы называем черным, и так далее. Ты не можешь сказать, что Бог — это любовь. Бог может любить, потому что он имеет атрибут любви. Любовь сама по себе не существует в абстракции, потому что она не связывается, не делает, не говорит и так далее. Ты можешь сказать, что ты чувствуешь, что Бог — это любовь. Но это не имеет рационального смысла. Невозможно рационально сказать, что Бог — это любовь. Бог может любить, но он также справедлив. Да. И он не действует на основе эмоций, потому что эмоции могут быть правильными и неправильными. Есть разница между создателем и созданием. Создатель мудрейший. Создатель всезнающий. Есть многое, что ты не знаешь, и есть многое, что я не знаю. А вы верите, что создатель — это мужчина? Мы не верим в это. Вы верите, что это как сущность или душа? Аллах говорит в Коране, скажи, он Аллах единый, Аллах самодостаточный. Аллах независим, совершенен, все зависит от Него. Он не зависит ни от кого. Он не родил и не был рожден. Он не имеет детей, не имеет родителей, не имеет дедов. И нет никого равного и подобного Ему. И нет никого равного и подобного Ему. Это означает, что ничто из того, что мы представляем, что мы видим в творении, Аллах не подобен этому. Аллах говорит в Коране, лей секами с лихинчей. Нет ничего похожего на него. То есть ты не можешь даже представить его? Ты можешь представить. Но твое представление ошибочно, потому что оно зависит от твоего опыта. Ты не можешь представить что-то, что выходит за пределы твоего опыта. Даже разного рода сказочные существа – это комбинации разных существующих частей. Например, у тебя есть единый рок с крыльями и так далее. Они просто взяли крылья – это элемент, который уже существует в творении. И также взяли рок, который также существует в творении, и они объединили все это на лошадь. И даже фантазии, которые мы имеем, основаны на том, что мы видим вокруг нас. Мы не можем говорить о том, чего даже не видели. Это имеет смысл? Да. Так что Аллах превосходит все это. Хорошо? Но Он имеет атрибуты, которые мы понимаем. Мы знаем, что означает всезнающий, мы знаем, что означает всемогущий. И все это. Мы понимаем эти атрибуты. И мы понимаем, что Аллах позиционирует эти атрибуты. Хорошо? И когда мы говорим об идее лидерства, об идее гомосексуализма и всем этом, тот, кто знает нас больше, чем мы знаем себя, это тот, кто создал нас. Поэтому имеет смысл сказать, что Он тот, кто определяет, какой правильный способ делать вещи. Не чувства. Потому что у тебя есть чувства, у меня есть чувства. У тебя есть свой разум, у меня есть свой разум. И мы будем расходиться во мнениях. Люди постоянно не соглашаются. Но тот, кто знает все и может определить, какой будет лучший результат, это тот, кто создал нас. Тот, кто мудрейший и всезнающий. Правильно? Согласна? Может быть. Хорошо, это хорошо. У тебя есть другие вопросы? Я так не думаю. Хорошо. Какой у тебя ютуб-канал, чтобы мы могли... У меня есть ютуб-канал. Мы общаемся с разными людьми и с разными убеждениями. Это помогает другим людям. Но я тебя заблюру, так что ты будешь анонимной. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. В связи с замедлением ютуб в России и возможной блокировки, подписывайтесь на мои другие платформы Телеграм и Бусти, чтобы вы не потеряли нас. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь, иншалла в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.